МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он где-то в крепости. Это будет его последнее пристанище. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Крепость была заложена 16 мая 1703 года. Именно ее Петр I назвал Санкт-Петербург. Также стали называть и город. Петропавловская крепость стала только через несколько лет. Одновременно строится деревянный храм во имя святых апостолов Петра и Павла. Его осветили 1 апреля 1704 года. Изначально крепость была деревянно-земляной. Фундаментом для стен служили квадратные срубы, наполненные камнем, на которые насыпали земляные валы. Однако после сильного наводнения часть насыпей размыла. И с 1706 по 1740 год Петропавловскую крепость перестраивали в камни по проекту Доменика Трезини. Крепость не принимала участия ни в одном из сражений и не обстреливалась. Поэтому очень хорошо сохранилась. Вскоре после сооружения ее стали использовать в качестве политической тюрьмы. Тлащина стен Петропавловской крепости более 20 метров. Каждая стена имеет внутреннюю и внешнюю часть, между которыми находятся помещения казематы. Впервые для посетителей крепость была открыта при Александре I. Сейчас в Петропавловской крепости работают музеи, и вход открыт для всех желающих. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ В соборе находится некрополь российских царей из династии Романовых. Самая любопытная легенда гласит, что все могилы Петропавловского собора пусты. Однако, когда в 1920-х годах вскрыли могилу Александра I, там обнаружили останки мужчины. А в 1994 году вскрывали могилу брата Николая II, великого князя Григория Александровича. И его прах тоже был на своем месте. К 1830 году фигура ангела на шпиле Петропавловского собора обветшала и требовала ремонта. Кровельный мастер Петр Телушкин сумел с помощью одной лишь веревки без лесов забраться на верхушку шпиля и починить ангела. По легенде, за такой подвиг ему было даровано 5000 рублей и право на бесплатную чарку водки пожизненно во всех казенных кабаках. Для этого ему было достаточно щелкнуть пальцем по несмываемому клейму, который ему поставили на правую сторону подбородка. Поэтому считается, что именно оттуда берет свое начало характерный жест, приглашающий к выпивке. Крепость представляла собой неправильный шестиугольник, который повторял в основном очертания Заячьего острова. По углам комплекса находились шесть бастионов, соединенных крепостными стенами. Существует легенда, что такая форма выбрана не случайно. Она должна была защищать будущий город от нападений и бедствий. И вот мы и встретились. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok